МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпания Город. Время говорить главной темой этого выпуска. Ночь Попова не состоялась, зато утро удалось. Репортаж о том, как начался в Рязани день радио. Все флаги в гости к нам. В Рязани продолжаются торжественные встречи в преддверии Дня Победы. Слава богу, не рвануло. В электричке Москва-Рязань найден артиллерийский снаряд. А теперь я все и другие новости в подробном изложении. Вчера впервые за десятилетие не состоялся так называемый крестный ход вокруг установленного во дворе Рязанского радиоуниверситета бюста первого российского радищика Александра Степановича Попова. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге Попов продемонстрировал действие первого в мире радиоприемника. С тех пор 7 мая считается в нашем Отечестве днем радио. Это культовый праздник всех, кто имеет отношение к радиотехнике. И отмечается он весело, креативно, а то и вовсе экстраординарно. В Рязани, например, кроме традиционных массовых гуляний выпускников радиотехнического вуза, самые рьяные поклонники профессии, в ночь с 6 на 7 мая проводят ночные бдения около бюста первооткрывателя, славят отечественного радиогероя и разоблачают всякими словами его исторического конкурента, итальянского маркиза Гульельмо Маркони. Вот видео двугодичной давности, на котором видно, как мощно и слаженно проходили ночи накануне Дня радио в университете. Теперь это дело, как говорится, тормознули. Да и то, кому из начальства понравится ночное действие с участием не сильно трезвых людей. Кроме того, при всем уважении к памяти изобретателя радио устраивать пародию на священные действия, все-таки, наверное, это как-то неправильно. А вот сегодня утром, как всегда и при свете солнышка, вокруг Альма-Матер собрались празднично настроенные отряды «Радийщиков прошлого и настоящего». Открывает программу репортаж Елены Вожаковой из главного радиопраздника Рязани. В прошлом году старейшему вузу России исполнилось 60. Сегодня, отмечать самый долгожданный из всех майских праздников, в стены родного университета пришли студенты, которые сами стали юбилярами. У некоторых со дня выпуска прошло 40 и 50 лет. Хотя, по словам однокурсников, студенчество они помнят так, как если бы это было вчера. «Сразу вспоминаются ближайшие друзья, с которыми жил в общежитии в одной комнате. Конечно, не очень вспоминается, как учились это все традиционно, но вспоминается спорт, походы, колхоз. Вы вот не знаете, что это такое? Колхоз строят ряды, наверняка, потому что там как-то все вместе были, колхоз строят ряды, да». «Мы вспоминаем себя очень, как самому, как Николай Чешук, если вы такого слышали, он никогда не был, это был очень известный человек, профессор, еще профессор, но не академик». Это трудно объяснить, но ни в одном другом вузе нет такого масштабного празднования встречи выпускников, как в радиоуниверситете. Студенты разных лет приходят сюда ежегодно, несмотря на погоду, дела и заботы майских праздников, на то, сколько прошло лет со дня выпуска и на то, сколько человек придет навстречу. Причем, когда зародилась такая традиция, сейчас уже никто не вспомнит. «А кто-нибудь может вспомнить, откуда вообще такая традиция пошла?» «Нет, твою студию, мы как-то учились сюда, мы пришли уже в любую». «На самом деле это все связано...» «А она зародилась еще до нас, мы уже, так сказать, просто подхватили эту эстафету». Студенческие годы в любом случае останутся в памяти, но всегда приятно, когда с очередной встречи выпускников можно унести и что-то осязаемое. Так, в этом году в палатках около вуза можно было приобрести юбилейные значки, кружки и футболки с символикой радиоуниверситета. Кстати, не только Попов стал культовым объектом поклонения в форме подобии крестных ходов. Ульяновские полицейские на Пасху изловили нескольких местных жителей, раздававших листовки с портретом Карла Маркса. Так они отметили годовщину рождения основоположника одноименного учения. Напомним, он появился на свет как раз 5 мая в далеком 1818 году. На листовке были надписи «Воистину Маркс» и большие буквы «Х» и «В». Ну, продолжим радиотехническую тему. Ежегодно в России проходит конкурс молодых инженеров. Герой сюжета Оксаны Тебенихиной стал победителем второго тура этого федерального проекта. Это большая страшная штука, лишь малая часть огромной антенной системы радиолокационного комплекса «Ирбис». Непросвещенному человеку сложно будет вникнуть в суть работы данной установки. В ее создании принял участие Андрей Буляков, начальник конструкторского бюро Рязанского приборного завода. Это радиолокационная станция самолета Су-35. Здесь как бы есть одна часть, в разработке которой я принимал участие. Это сверхвысокочастотный четырехканальный приемник. Андрей стал победителем второго тура всероссийского конкурса по версии инженерного искусства молодых. Это всероссийский конкурс «Инженер года». Он проводится каждый год. Наши сотрудники завода участвуют в нем постоянно. В этом году я принял участие в этом конкурсе. Молодой инженер-начальник поделился с нами своими планами. Мы находимся в постоянном движении. Ищем какие-то способы, пути решения тех или иных задач. Постоянно приходится искать нестандартные какие-то решения для того, чтобы получить требуемый результат. Сегодня мы поздравляем Андрея Булякова с Днем радио. Хотелось бы, чтобы нашему городу всегда было кем гордиться. Такие умы – большая редкость. К другим темам. В Рязани продолжаются предпраздничные мероприятия в честь Дня Победы. Проходят смотры, открываются монументы, приезжают гости. Продолжает программу репортаж Глеба Галушкина. В канун Дня Победы Рязань посетила польская делегация из города-партнера Остров Мазовецка. Известно, что именно в Рязанской области в 1943 году на базе пехотного училища происходил набор добровольцев для польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Эта дивизия, в свою очередь, послужила основой польской народной армии, сражавшейся с фашистскими захватчиками. Представители делегации возложили цветы к памятникам «Братству по оружию», а также к мемориалу павшим воинам на площади Маргелова. Также в канун Дня Победы на плацу Академии ФСИН России рязанские кадеты провели настоящий парад. Конкурс среди воспитанников военно-ориентированных классов проходит уже в девятый раз. Традиционное мероприятие, по словам его организаторов, направлено на воспитание и укрепление патриотизма у молодежи. Впрочем, ребята готовятся к службе в вооруженных силах уже сейчас. Они регулярно занимаются строевой и теоретической подготовкой. Своеобразные грозные напоминания о прошедшей войне едва не прикатило из Москвы в наш город. Вчера вечером в электропоезде Москва-Рязань пассажиры на станции Пески обнаружили подозрительную железяку, которая оказалась артиллерийским снарядом времен Великой Отечественной. Поезд остановили в Галутвине. Таким образом, минут 20 состав двигался со снарядом на борту. К 6 мая в 17.20 в дежурной части линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская поступило телефонное сообщение о том, что в электропоезде Москва-Рязань на станции Пески пассажиры обнаружили бесхозный предмет и сообщили машинисту. Машинист догнал электропоезд до станции Галутвин. На место происшествия выходили сотрудники транспортной полиции. Визуальным осмотром было установлено, что бесхозный предмет похож на снаряд. Было эвакуировано 450 человек. Электропоезд находился в парке отстоя. На место происшествия были вызваны специалисты-кинологи и взрывотехники. Служебная собака не обнаружила взрывчатых веществ. Электропоезд отправился по своему задному маршруту. По предварительным данным, снаряд до времен Великой Отечественной войны. Как нам стало известно, снаряд после обследования был помещен в подвал Галутвинского бомбоубежища. Дальнейшие судьба боеприпаса неизвестна. Жизнь такова, что в ней кому праздник, а кому и решетка. Стало известно, что Советский районный суд продлил до середины августа срок пребывания под стражей учредителя газеты «Вечерняя Рязань» Валерия Рюмина. Напомним, он обвиняется в вымогательстве нескольких миллионов рублей у председателя областной думы Аркадия Фомина. По версии следствия, в период января-февраля 2013 года в городе Рязани Панин, действуя по предварительному сговору с Рюминым, требовал от должностного лица передать им денежные средства в размере трех миллионов рублей, угрожая в случае отказа в их передаче распространить в газете «Вечерний Рязань» позорящие сведения о якобы имевшем месте незаконном использовании должностного положения, а также неэтичном поведении. Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов и после их получения Панин и Рюмин были задержаны. Судья удовлетворила ходатайство следователя и продлила срок содержания под стражей Рюмина и Панина до 13 августа 2013 года. Это все новости на сегодня. Увидимся вновь завтра в эфире телекомпании «Город». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова